Успешная работа шахты Трудовская под угрозой. Запаса в угля в действующей лаве хватит на 3-4 месяца. А работы по открытию новой ведутся слишком медленно. Горняки уже сегодня беспокоены тем, что несколько месяцев не будут получать зарплату. Требования наши одни. Дать возможность работать и зарабатывать. Дать возможность людям остаться с работой, кормить свои семьи. То, что нам положено. А мы же ничего лишнего не просим. Нам дайте оборудование, дайте нам. Мы все сделаем. Горняки обратились к руководству государственного предприятия Донецкая угольная энергетическая компания, в состав которой входит шахта. Попросили обеспечить рабочих оборудованием, которое позволит раньше открыть новую лаву. Но вот уже два месяца требования не выполняются. Сегодня генеральный директор предприятия вышел пикетчиком. Его позиции шахтеры просто нагнетают обстановку и не понимают, что угольная отрасль в тяжелом положении. Проблемы с разработкой новой лавы были, но сейчас составлен график выхода из кризисной ситуации. И в ближайшее время новая лава заработает. В апреле месяце выработка должна быть сбита. К этому моменту будут выделены кредитные средства. Сделается ремонт оборудования, которое есть. Купится новое. И лава вовремя смонтируется. Апрель-май очистной забой там будет. Как раз когда выйдет к июню-июлю та лава, которая работает. Горными работами даже по вентиляционному штреку мы должны пройти 300 метров. Значит, это в месяц должно быть 100 метров. На сегодняшний момент мы за январь месяц прошли 1 метр, за февраль 20 метров. Так что усиленность скоростной проходки не может быть и речи. Шахтеры отметили, работы им хватит до конца июня. Потом они рискуют остаться без зарплаты. Обещаниям же своего руководства больше не верят. Поэтому намерены просить помощи областной власти. Главное обеспечить шахту новым оборудованием, людей спецодеждой и необходимыми для работы инструментами. Говорят, если их опять не услышат, акции протеста возобновятся. Обращения со своими требованиями шахтеры передадут руководству области и города. Дальнейшие действия будут зависеть от реакции чиновников. Дарья Попова, Георгий Жилищ, Панорама.